Всем привет, мои хорошие! И сегодня у нас рубрика Фоберлик Беспрекрас. А это значит, что впереди вас ждут самые честные отзывы на продукцию Фоберлик. Хороший! Вот такое пакетико пустых баночек у меня накопилось. Давайте по порядку. Давайте начнем с питания. У меня закончились вот таких вот два продукта от Нечаев. Так, первый у нас перлотто с грибами мы с вами вместе готовили во влоге. И крем-суп тыквенно-чечевичный с бамбуковой клетчаткой. Я повторяла эту покупку. Перлотто с грибами 161,04, суп 161,01. Мне нравятся эти продукты, девчонки, действительно нравятся. Здесь нет какого-то перебора специй, но вот лично для меня, да, и у меня домашние едят эту пищу, скажем так, с удовольствием. Это достаточно быстро, это удобно застой с небольшим рублей. Здесь у нас написано, что три порции, но здесь у меня выходит гораздо больше. То есть у меня хватает накормить семью и взять еще с собой, если на работу, да, что касается перлота. А что касается супа, то вообще на трехлитровую кастрюлю точно этой пачки хватает. Можно там добавить по вкусу картошечки, мяско и полноценная кастрюля суп у вас готова. Поэтому это удобно, особенно когда надоедает стоять у плиты. Взял вот такую вот коробочку питания и красота. Дальше, девчонки, закончился чай Бронха. Травяной сбор, не чай. Артикул его 156,69. Здесь изумительные составы вообще в травяных сборах у Фоберлик. И тоже 100 с чем-то рублей за 20 пакетиков. В принципе, это нормально, это удобно. Здесь мать и мачеха, чебрец, ромашка, шалфей, шиповник, корень солодки. У меня в основном ребенок пил вот этот вот чай в период, когда болела. И, вы знаете, мне нравится. Мне нравится эффект, мне нравится состав, мне нравится вкус. Немножко отдает ромашку. У меня ребенок любит ромашку. Поэтому все здесь хорошо. Дальше закончился порошок Гринли. Это у меня для белых и светлых тканей. Артикул его. Так, где-то у Гринли здесь пишут. Я помню, не нашла. Вот, 118,91. 800 грамм здесь. Он тоже концентрированный, как обычный порошок у нас в Фоберлик. И мы с вами сравнивали его с обычным порошком. Порошком я проводила тест-драйв. Недавно девочки в комментариях спрашивали у меня мнение по этому поводу. Я вам ссылку на тест-драйв этого порошка прикреплю в инфобоксе. Проходите, смотрите. Мы с вами его тестили. По мне, он отстирывает немного лучше, чем порошок наш обычный. Здесь есть оптический отбеливатель. Еще оптический отбеливатель. Поэтому белье смотрится чище, свежее и так далее. Мне нравится. Я чередую с обычным порошком. Обычно обновленный мне сейчас нравится. То тот беру, то этот. Чередую периодически. Очень удобно. Я не использую мерную ложку, которая здесь есть в этом порошке. Точнее, мерную картонку. Вот она у меня как лежала, так и лежит. Я ее даже не сгинала. Я обычной ложкой нашей пластиковой, да, от обычного порошка насыпаю. Хотя вроде как у этого порошка должен быть расход больше. Смотрите. На полный барабан и сильное загрязнение. Здесь надо 60 грамм. Я все равно кладу обычную мерную ложку. Все прекрасно, изумительно отстирывает. Что касается еще стирки. Закончился вот такой ультракондиционер-бальзам для белья. Так, он у нас 0+, для детской чувствительной и атопичной кожи. Артикул его, девчонки, 118.56. Не всегда он бывает в каталогах, не всегда на скидках. Кстати, в этом каталоге он на скидках есть. Я его повторила. Аромат замечательный. Аромат великолепный. Очень нежный. Для тех, кому не нравятся наши новые кондиционеры, сарганы и так далее. Сиреневый, розовый, да. Где ярко выражена прямо душка. Возьмите вот этот. Здесь она более деликатная. Очень нежная. Цветочки какие-то розовые, не знаю. Мне очень нравится вот этот тоже кондиционер. Я его частенько повторяю. Повторила еще раз плюс. И здорово, что они у нас действительно 0+. А вот этот вообще для атопичной кожи, да. То есть более щадящим составом. И он работает не хуже. Белье после него тоже мягкое, изумительное. Так, и в серии Дом Фаберлик закончилось средство для мытья духовок и плит. Все знают уже, насколько оно у нас великолепно. Насколько круто оно справляется действительно со сложными загрязнениями. Здорово очищает пригоревшие сковородки. Да, дно вот с обратной стороны. Кастрюли я очищала. И духовку мыла, и микроволновку. Мне оно очень нравится. Я им очень довольна. Артикул его, девчонки, 111-19. И, девчонки, знаете, как я его использовала последний крайний раз, да, вот этот флакон. Я переливала в бутылочку из-под гряз, которая с распылителем, небольшое количество средства, разбавляла водой, где-то один к трем, да, одна часть средства, три части, нет, три части средства, одна часть воды. И распыляла плиту, то есть такие несильные загрязнения, когда очень сильный, да, нагар со сковородой кастрюли, то прям целиком вот таким вот неразбавленным, хорошо заливаешь, ждешь. А когда просто помыть плиту, помыть раковину и так далее, пшикало из вот этой бутылочки крас, да, это очень удобно. Это экономично для тех, кто такие средства экономит. Это очень экономично, это очень удобно, поэтому да. Так, дальше из сирии дома еще остался один продукт, это освежитель, это у нас апельсин и корица, артикул 11327, классный, потрясающий аромат, который подойдет прям для новогоднего настроения, для новогодней ночи, к сожалению, нет в каталогах почему-то, даже в следующем я посмотрела в новогоднем каталоге, нет моего любимого, которого я люблю прям на Новый год, обожаю распылять, это имбирный пряник. Вот он мне на зиму очень нравится, это сладкий аромат, достаточно стойкий, так же, как и вот этот, потому что где вот побольше сладости и пряности, они как-то долго чувствуются в воздухе, да, а другие ароматы типа морского бриза, весенние цветочки, они не очень долго играющие, вот. Освежитель водный, освежитель безопасный, тоже с нуля плюс, для животных безопасный, есть удобная заглушечка от детей, которая блокирует, да, распыление, все, не нажмете, нравится. Буду ждать, может быть появится все-таки имбирный пряник или на сайте, поищу, может быть, в старых запасах, без скидки, но он хотя бы на сайте есть, да. Так, дальше поехали, дальше новиночка, девчонки, полоски, мы с вами их тестировали, из линейки N4W, очищающая полоска для носа, я ее очень быстро содрала, многие девчонки мне написали надо медленно, в следующий раз попробовала медленно, ничего у меня страшного из пор не вышло, но я слежу за своей кожей, да, поэтому, а так мне нравится, все равно периодически применять можно, удаляя черные точки, предупреждает появление комедонов, способствует сужению пор, матирует. После того, как я отодрала эту полоску, я не скажу, что они сузились, это какой-то такой эффект через время, да, они наоборот были расширены, потому что тут еще запах девчонки такой ядреный. Ну, кто не видел, я ссылочки прикреплю в инфобоксе, можете пройти, посмотреть, запах был вообще ядреный, невозможный, он потом выветрился, конечно, и после того, как отдираешь, поры сильно расширенные, наоборот, но спустя какое-то время они сужаются, они действительно очищаются, они светлые, поэтому полоски хорошие, полоски хорошие. Из старичков, скажем так, массажное масло из линейки СПА, я давно не вижу эту серию в каталогах, наверное, уже и сняли. Мне кажется, я и это маслица брала по Фаберлик-клубу, девчонки. Артикул 24.30 может и есть. Масло классное, оно пахнет шоколадом, оно пахнет маслом какао. Если кто-то когда-то брал эфирное масло какао, вот так пахнет вот это масло. И оно действительно масло, и мне очень нравится, что здесь распылитель, не надо выливать на руку, можно распылить на мокрое тело, как я, собственно говоря, всегда и делала, на мокрое, да, растереть ручками и все. И этот аромат шоколада вас сопровождает, и тело увлажненное, в общем, это масло обалденное, жалко, что этой линейки нет в каталоге, и вообще что-то масел для тела в Фаберлик я не вижу. Так, поехали дальше. Две зубных пасты абсолютно одинаковых успели за этот период закончиться. 6 плюс, груша, артикул 23.59. Пасты Фаберлик обожаю, беру всегда именно детские. Круто очищают эмаль, относительно бережный к ней, поэтому да, да, всегда да. Дочь тоже их очень любит. Так, тоже из старичков, девчонки, старая линейка The Line, которую вывели из каталогов у нас с вами, да, и обновили ее, сделав немножко другой состав. Прошлая версия была у нас с алоэ вера. Если есть еще на сайте, я обязательно куплю. В каталогах нет, на сайте, может, еще остались. 21-25 артикул, и я проводила тест-драйв, вам уже в каком-то видео рассказывала. Я одну ногу после депиляции депилятором, да, у меня жуткое раздражение всегда бывает первые сутки. Одну ногу я помазала вот этим вот с алоэ, а вторым уже новеньким, с чем у нас там, не помню, да, обновленная линейка The Line. После вот этого средства раздражение прошло через несколько минут. После обновленной версии чуть-чуть поутихло, вот просто чуть-чуть, но все равно такие вот у меня всегда такими красными пятнами прям ноги первые сутки после депилятора. Вот, чуть-чуть просто, чуть-чуть поутихло, но все равно все осталось как бы на месте. Поэтому, если еще есть на сайте вот этот алоэ, я вам советую его. Обновленная линейка не так убирает раздражение, да, смягчает кожу, да, возможно, предотвращает врастание волос, но успокаивает кожу вот это средство в сотни раз лучше. Да. Так, поехали дальше. Детская линейка Techno Kids, шампунь-бальзам 2 в 1, мы его много раз уже повторяли и повторяем, хороший шампунь. Не скажу, что шампунь-бальзам, потому что после него все равно лично у моей дочери волосы путаются. 3+, артикул 2354, классно пахнет зеленым яблочком, очень здорово, прям с кислиночкой, прям вообще мне безумно нравится его аромат. Повторяем. Так, закончился дезинфицирующий гель для рук у нас в Берлик Эксперт Фарма, артикул 2724. Хороший антисептик, ничего про него плохого не сказать не могу, только когда открываете крышечку, надо быть аккуратнее, он вытекает, он достаточно жидкий, он не прям гель-гель, он жидкий и моментально тает на ваших руках. Сначала, естественно, как и должно это быть, в нос бьет спирт, а когда спирт испаряется, остается такая приятная, достаточно деликатная парфюмерная душка. Неплохая, мне нравится. И, девчонки, если в этом каталоге сейчас акция Фаберлик, кто не знал, рассказываю, если в этом периоде вы делаете объем 50 баллов, личный ваш объем заказов, набираете 50 баллов, то в следующем каталоге вам в подарок вот таких вот 10 антисептиков придет за рубль. Компания Фаберлик очень круто сейчас поощряет своих консультантов, и мне это нравится на самом деле. Такие акции их раньше не было, я довольна. Я делаю 50 баллов всегда, поэтому 10 таких антисептиков мне придет однозначно. Так, закончилась маслица Ботаника для волос. Вот так оно выглядит. Артикул его 1231. Репейное масло для волос. Восстановление уход. Здесь в составе есть красный жгучий перчик, и оно, собственно говоря, направлено не столько на уход, сколько на улучшение кровоснабжения кожи головы. Очень круто работает на мокрых волосах. На сухих у меня вообще нет жжения. То есть сначала я голову помыла с шампунем, а потом по проборчикам, здорово, что здесь есть дозатор, им очень удобно наносить. По проборчикам вот так нанесла, промассажировала все, оставила пока жжет, потом смыла. Если сравнивать с маской для волос из линии Эксперт Фарма, про которую я вам в прошлом заказе рассказывала, этот продукт жжет меньше, гораздо меньше, та маска прям ядреная. И маска мне нравится, как ухаживать за волосами. Хотя мне две девочки написали, что пожгли ей волосы, именно волосы, а не кожу головы, не знаю. Вот этим средством тоже сильно не стоит злоупотреблять, если у вас чувствительная кожа головы. Поэтому аккуратненько, по потребностям. Мне нравится, я периодически эту покупку повторяю для ускорения роста волос, для улучшения кровоснабжения. Если кровоснабжение хорошее, то волосики растут немножко быстрее, растут немножко гуще, фолликулы пробуждаются. Поэтому все наши действия с волосами должны быть всегда направлены на кожу головы. Закончился гель для подмывания с экстрактом череды и алоэ вера из линейки Бэби. Вот такой вот красивый лаконичный флакончик, здесь 190 миллилитров и артикул 1.6.44. Мне безумно нравится, девчонки, вот эта вот линейка. Она не очень бюджетная, Фоберлик. Практически никакой одушки. Одушка такая, одушка чистоты. Здесь в составе много-много полезных травок, и я тоже частенько эту покупку повторяю. И кремушек у нас вот этот вот есть всегда в наличии. Ребенку щечки смазать, особенно сейчас зимой, в морозы обветривают. И для ручек, и для всего для тела. Это гипоаллергенно, это 0+. Линейка безумно крутая. Вот безумно. Так, закончился Дейзик. Вот такой вот зелененький. 22.41 антипреспирант. Вот с алоэ 0 спирта, да, он у нас без спирта. Не 48 часов защиты, но на сутки мне хватает. Ароматы мне нравятся у всех дезодорантов из этой линейки. Я опять повторила покупку, по-моему, заказала такой же зеленый. Мне нравится всегда в использовании, всегда запасы восполняю. Так, закончился восстанавливающий активный спрей из линейки Аксиологи. Многие девочки, и я тоже любят использовать его летом. Артикул 0256. Очень классный тонер для лица. Особенно если летом, жаром, его держать, девчонки, в холодильнике и из холодильника распылять, вообще работает очень круто. Мне понравился он как тоник, как тонер, можно назвать как угодно. Одушка классная, тоже одушка такая чистоты. Мне нравится одушка вообще в линейке Аксиологи. Еле уловимая. И здорово, что здесь есть распылитель. Такие баночки вообще можно оставлять. И неугодные вам тоники, или еще какие-то средства сюда переливать, чтобы было удобно распылять. Нравится девчонке, нравится. Брала по супер распродаже. Давно не видела скидки на эти продукты в каталогах. Не часто так, очень нравится. Так, и последнее, что покажу, это у нас недавние новинки. Арису, серия Арису. Мы с вами тоже тестировали эти продукты. Это у нас питательный шампунь для всех типов волос Сакура. И питательный бальзам тоже Сакура. Вот так они выглядят в этом каталоге и в следующем, по-моему, каталоге. Они так дорого уже стоят, что-то цены вообще на них задрали. Видимо, всем понравилось, да? 250 мл шампунь и 150 мл бальзамчик. Для кого подойдет эта линейка? Она действительно питательная. И вот сейчас по моему состоянию волос, да, мне бы утяжеляло. Хорошо, что я доиспользовала уже. А вот когда была блондинкой, и волосы прям были сухие-сухие, очень зашла, очень зашла. Не утяжеляла. Волосы жирнились так же, как и обычно. Использовала всегда в комплексе шампунь, бальзам, чтобы достигнуть максимального эффекта. Даже после применения шампуня, девчонки, волосы абсолютно не спутанные, увлажненные. Не от каждого шампуня так бывает. Поэтому могу посоветовать девочкам с пористыми, убитыми, осветленными, окрашенными волосами, да. Если у вас быстро жирнятся корни, но тем не менее волос убитый, то с бальзамчиком поаккуратнее, он очень питательный. Прямо наносите тогда от середины длины на корни наносите, иначе быстро будут пачкаться волосы. А так очень понравилось. Все в нем хорошо, все в нем достойно, зуда не вызвал. Поэтому да. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки у меня скопились за последний месяц. Надеюсь, что мое видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылка на регистрацию в Фаберлик тоже всегда находится под видео. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментариях. С удовольствием отвечу. Всех люблю, целую. Всем пока-пока.